Надо признать, но 17 серия, вышедшая в воскресенье, ну не такая дрянь, как она мне вначале показалась. На самом деле, если убрать с горизонта долгие хождения по лесу и притянутую за уши необходимость знакомства старичков с новичками, Он тоже только что потерял сестру. Серия оставила и кучу потенциальных интриг, которые при желании и умелых мозгах сценаристов можно развивать во что-то большее. Кстати, распутать лично интриги Александрии и не только её вы можете лично прямо сейчас. Проект The Walking Dead по игре DZ Standalone на все 100 даёт прочувствовать настоящую атмосферу апокалипсиса в мире гейминга. Вместе с Риком защищать Александрию от бесконечных толп нежити или в умиротворении и спокойствии живите в филтопе. А может вы захотите восстанавливать цивилизацию и ставить новый порядок вместе с Ниганом? Убил одного, а спас сотни, сотни других. Тогда вы пришли по адресу. Проект The Walking Dead по игре DZ Standalone покажет, что такое настоящая атмосфера выживания в зомби-апокалипсисе. Проект полностью построен по мотивам сериала. Здесь море игрового контента, группировок и общин. Выбери или придумай своего персонажа, сделай им всё то, что мечтал при просмотре любимого сериала и просоединяйся. Выживет сильнейший. Ссылка в описании. Конечно, есть здесь и игра с фандомом с умилением ради умиления. Но с другой стороны, проект перемахнул уже на второй десяток и какие-то напоминания о прошлом всё равно будут так или иначе обыгрываться. Видно, как Канг максимально пытается приноровиться работать в новых условиях, когда на площадке нельзя сниматься более 10 актёров вместе. Возможно, поэтому в этой серии так мало было ходячих. Но давайте по чесноку. Зомби здесь бывало в некоторых эпизодах и меньше. Что делает эта серия всё-таки лучше всего, так это она заделывает такой важный задел, а может и много заделов именно на будущее. И в этом её и какая-то что ли и маленькая и большая цель одновременно. Мне кажется, что возможно Анжела Канг и не могла засунуть в неё всё то, чтобы сделать её что ли с каким-то размахом и она казалась не такой, ну, необязательной что ли. Например, сразу несколько жнецов, а не одного, потому что на тот момент в октябре в США действовали медицинские ограничения на большое число массовки. Серия начинается как раз-таки с того самого умиления ради умиления, когда Мэгги встречает именно Джудит, а не Абыково, которая проводит её до дороги с Ниганом. Понятно, что многие могут быть довольны этими мишиством, ведь Мэгги была первой, кроме брата, кто впервые взял малявку на руки. Правда, сам разговор про кого-то там на небесах, кто наблюдает оттуда за Джудит и Хёршелом, отдаёт, ну, каким-то лютым нафталином. Я хочу искренне, чтобы герои скорее опустились ближе сюда, к нам на землю, чтобы Мэгги спросила какие-то, ну, банальные что ли вопросы у Джудит, вроде того, что она ела на завтрак или похож ли Арджей на папу. И здесь же происходит то, что в будущем только должно разогреться. Первая встреча Нигана и Мэгги, которую мы уже давно видели даже на читке сценария. И она ровно, точь-в-точь была повторена и здесь, без шага назад или вперёд. Знаете, а может это даже и хорошо. Смотреть буквально с самых первых минут на стервующую Мэгги, которая выносит мозги нашему Нигану, это как-то, наверное, было бы не очень. А так она промолчала, постояла и буквально взяла и оставила маленького ребёнка с настоящим убийцей своего мужа. Вот действительно, Мэгги ещё до этого не знала про Нигана, она и не знала ни капельки об отношении к нему сейчас в группах, о его побеге при помощи Кэрол и в конце концов она не знала, какие у него отношения с Джудит. Это забавно выглядит или даже скорее странно. Мэгги идёт в одну сторону, а маленького ребёнка оставляет одну, явно подразумеваю, что она пойдёт домой именно с этим любителем поговорить. Мэгги, ты какая-то недальновидная в своих действиях, оставила бы ты рядом Хёршела с ним. Вот я как-то сомневаюсь. Может это знак, что где-то на подкорке Мэгги уже не так холодна к этому монстру и при нужном моменте, например, если тот спасёт Хёршела, она его окончательно простит. Авторы не только сосредоточились на Мэгги, а в Сирии ещё есть и короткое время Кэрол, и она чуть ли не лучшая актриса в ней на фоне Мэгги. Габриэл и Розита ушли с первой группой. Оушенсайд дал ответ. Да, они примут часть. Как соберёт? Около дюжины. Кэрол, как настоящая жительница этих общин, первым же вопросом в эпизоде спрашивает у Дэрила, как там оставшиеся люди и куда они направились после сражения, на что Дэрил опять-таки по-хозяйски всё разъяснил. И это действительно важно и по-человечески меня роднит с персонажем, что с Дэрилом, что с Кэрол. Но тут же к ним подходит Мэгги, и она не интересуется у Дэрила, как там дела у групп, что там с ними после войны. Она сразу же обращается к своему прихвостню Коулу про сына и остатки её людей. А этот Коул оказывается чел, которому палец в рот не клади. И теперь будем жить с вами. Я даже немного ахнул, когда он просто так поставил перед фактом Дэрила и Кэрол, что они пришли жить к ним. И знаете, это как минимум звучит бестактно. Что ещё более зажигает во мне сомнения благих намерений Мэгги сюда вернуться. И вот знаете, что, наверное, больше всего поражает вообще во всём этом кейсе? Что возвращение Мэгги вообще не ощущается, как возвращение долгожданного родного гостя, по которому ты скучал. Причём, ладно это я, но даже герои сериала такое ощущение, что тоже особо как-то ей не рады. Посмотрите на Дэрила и Кэрол. Да они даже при первой их встрече втроём не обнялись. А это при том, что они не видели друг друга 7 лет. И не говорите мне, что они обнимались в 16 серии. Там Мэгги была в той части группы, что осталось защищать больницу. И ту часть, что была с Дэрилом и Ниганом, она не встречала. И тут она приходит к Хилл Топу и видит его сожжённым. Кстати, именно визуально мне нравится, как сделали этот момент с трупами и обугленным зданием. Очень реалистично и мне даже кажется, что здесь нет явной компьютерной графики. Потому что Хилл Топ в 10 сезоне и вправду спалили для съёмок. И знаете, я сначала даже был склонен обвинить Кэрол, что она сдала Нигана Мэгги с потрохами. А потом, обмыслив всё, я решил, что так, наверное, даже лучше. Всё равно бы о проступке Нигана Мэгги узнала. А так Кэрол, как умная женщина, буквально постелила Нигану соломку. Она сразу же, как адвокат, напомнила, что это именно она его выпустила. И именно Ниган сыграл ключевую роль в свержении Альфы, как головы этой гидры. И здесь же не Мэгги стала возмущаться, абсолютно нет. Здесь стал опять выпендриваться тот самый новичок Коул, который меня ещё сильнее бесил всю серию, чем Мэгги. Кто ты вообще такой? Обратите внимание, как камера первым же кадром на выпад Коула показала взгляд Дэрила на него, который сразу подытожил, что с Ниганом всё ещё не решено. Знаете, в интернетах уже бытует мнение, что этот чел займёт место именно комиксного Данте, как новый ухажёр Мэгги. Возможно, это и так, но Данте там был тише травы, ниже воды, и нужен был только для слежки за Ниганом. Сериальный же Коул изначально имеет какой-то такой неприятный флёр наглости и несимпатичной напористости. То он нагло пришёл сюда жить, то ему не такой этот Хилтоп, а потом ему и не особо зашла Александрия. Это и есть дом, милый дом? Я понимаю, что это могут быть придирки, но всё же первое ощущение, а не на то и первое ощущение. Я помню, что у меня подобное впечатление вызывал именно сериальный Данте, который поначалу тоже был каким-то выделяющимся, но в то же время он и не вызывал отторжения. Я думаю, Коул как раз и может как-то настраивать Мэгги против Нигана и даже, возможно, против своих в Александрии, чтобы самостоятельно и бесповоротно ей прибрать там власть. Вообще, Мэгги как нормальная жена могла бы хотя бы для приличия навестить в Хилтопе могилу Глена, но нет же. Ей первее наперво нужно найти тёплый угол. Мне нравится здесь Кэрол. Она буквально со слезами на глазах смотрит на Хилтоп, явно всё ещё ощущая какую-то свою долю вины за его полное выжигание. Но в то же время она и чувствует свою вину перед Ниганом, которому обещала всеобщее прощение. Она никогда его не простит, ты знаешь. Но теперь, когда внезапно вернулась Мэгги, карты Кэрол снова спутались, и она прямым текстом сама говорит, что вдова никогда не сможет жить рядом с ними. А вот дальше начинается почти постоянная ходьба всех героев по так всем известным зелёным тропам, только изредка прерываемая какими-то полураскрывающими пассажами о прошлом Мэгги. И знаете что? Это дико скучно. Даже та маленькая, как будто формально добавленная стычка с мертвецами, чтобы ты не забыл название этого шоу, была пресной. Почему зомби такие сильные? Что означает порез Мэгги? Может это такое чеховское ружьё, символизирующее её тайную нечистую мотивацию сюда вернуться? К слову, весь спич Мэгги на 5 минут, если вы не отбитый фанат Мэгги, вас точно заставит зевнуть. Авторы, похоже, всё ещё не знают старейшего правила кино «не рассказывай, а показывай». И снова, как и в самых фейловых кейсах прошлого, вроде Моралиса с его недорассказом, или Магной после пещеры, или Рика с Нигана после переворачивания машины, просто взяли и впихнули в один рассказ Мэгги всё, о чём можно было снять как минимум целую серию. И ладно бы Мэгги рассказала прям-таки невероятно что-то новое. Но её рассказ был из серии, мы много путешествовали, мы много чего увидели, но потом нам ударили по одному месту, и мы оказались опять-таки с голым тем самым местом, и решили вернуться к вам обратно, примите нас, друзья. Скучно это и что ли как-то неправдоподобно, потому что Анжела Канг буквально-таки в папку кладёт буквально целый пласт истории, которую можно было показать на, возможно, одну серию, а то и больше. Я могу лишь только надеяться, что Мэгги точно что-то недоговаривает Дэрилу про жнецов, и то, как те на них напали и почему. Она даже очень явно передёрнула Коула, не дав будто специально ничего подробного рассказать об их деревне. Люди пропадают, сама знаешь. И даже если находятся, их не всегда можно вернуть. Учувствуйте, здесь что-то тоже есть. Эти слова в полной мере, мне кажется, можно отнести и к самой Мэгги. Мэгги вернулась, но что она с собой принесла? Не новую ли беду? Как говорил папа, она не заживёт, пока её не вскроешь. Ты знаешь, медицина так не считает. Хёршилл был медиком, и он не мог такое ей сказать, если принимать на веру слова Дэрила. Такое ощущение, что это говорил ей ранее кто-то другой. Тот, про кого она осеклась и не захотела говорить дальше Дэрилу. Но я не могу сказать всего, понимаешь? Возможно, даже тот, про кого говорил снайпер. Кстати, вояка сказал, не папа тебя пометил. А поп тебя пометил. То есть поп можно перевести и как папа, конечно, но вроде папы римского или священника. Ну или как просто имя человека. А вот дальше-то как раз-таки моё первоначальное мнение серии ближе к концу поменялось. На самом деле, мне вот этот чувак действительно стал как-то интересен. Потому что с таковыми люди Рика ещё, по-моему, никогда не имели дела. С такими людьми настолько хорошо подготовленными именно к таким условиям жизни. Да, у нас были шепчущиеся, но всё-таки шепчущиеся это психи. А человек, которого мы увидели в этой серии, он буквально-таки обучался тому, чтобы выживать в таких вот страшных диких условиях. Это его такая настоящая повседневная жизнь, которая, вероятно, возможно, и была до апокалипсиса. Причём мне даже не особо важно, как они зовутся. Жнецы ли это на самом деле или просто воины? Точнее, я даже больше склоняюсь к тому, что вояка понятия не имел, кто такие жнецы. Потому что в серии создатели даже как бы специально заострили, что Мэгги прямо у него спрашивает, жнец ли он. Кто вы? Кто вы? Как вы себя называете? То есть она даже не знает, как они выглядят и какими методами пользуются. Если бы жнецы изначально пользовались хорошим оружием и такой же экипировкой, вдова вряд ли бы стала допрашивать, как именно называется его группа. Потому что она уже с подобными ранее должна была сталкиваться. Жнецы или нет, но эти враги, возможно, самые подготовленные для тяжких условий выживания чуваки, с кем мы только имели дело. Никто ранее из врагов-риковцев не пользовались настоящими, а не гнилыми маскировочными костюмами. Не делал настоящие, как они и есть в жизни, ловушки для охоты. Да в конце концов, этот воин даже придумал своего рода план по выманиванию врагов на открытую точку, чтобы их потом убивать легко. Чувак со стрижкой милитари явно до этого все 12 лет не скитался по лесам, убивая белок, чтобы выжить. Он накачан, плотно сложен, и у него явно-то была не последняя винтовка. В мире Александрии давно уже практически забыли о настоящем огнестреле. И даже когда его пронзают стрелами в бронежилет, он настолько гладнокровен, что почти без слова и содрогания просто вытягивает чеку из внутреннего кармана, чтобы не попасть в плен. В этом всем чувствуется какая-то что ли настоящая, без пафоса натянутая, реальная подготовка, какой и учат настоящих командос в подразделениях армии США. Жнецы — это не группа злодеев из комикса. Скорее всего, они не связаны с содружеством, чьи воины больше походят на штурмовиков из «Звездных войн», ни, скорее всего, и с группой CRM, которая забрала Рика. Благодаря «Миру за пределами» и «Бойтесь ходячих мертвецов», мы видели уже, как выглядят CRM и какими методами они пользуются. У них черная форма из кевлара, и они вряд ли стали бы долго церемониться с группой Мэгги, отправляя только одного человека. Я считаю, что жнецы могут быть такими же жестокими, как и они, но этот парень — совсем другое животное. Конечно, неясно, как долго будет длиться эта угроза, но удочка уже брошена. Вояка упомянул некого то ли папу, то ли поупа, то ли священника, а значит, черная метка на Мэгги должна еще аукнуться и на обитателях ее родной общины. Поэтому я полагаю, что жнецы ли это или нет, они будут с нами еще как минимум до премьеры нового сезона. Но, скорее всего, не в этих шести сериях. Например, следующий 18 эпизод будет состоять из воспоминаний Дэрила о поисках Рика и встрече с Лией. Потом есть эпизод о содружестве после захвата группы Юджина. В потенциале их следы разве что могут быть в серии об Арне, Габи и Мэйсе, который окажется каким-то чокнутым бывшим священником. Но эту серию уже назвали филерной, а значит, каких-то далеко идущих по вследствии она иметь, скорее всего, не будет. С другой стороны, если Мэйс бывший священник, то вояка вполне мог иметь в виду и его, произнося слово «поуп». Но Роберт Патрик здесь в роли приглашенной звезды, а значит, дальше его участие, скажем так, под вопросом. Так или иначе, но мне ясно и другое. Нам предстоит посмотреть еще один гипербольшой сезон из 24 серий, и для них явно единственный антагонист в виде содружества – это мало. К слову, в комиксе это была чуть ли не самая унылая арка злодеев. Ходячим мертвецам, как сериалу, предстоит коренным образом пытаться адаптироваться к комиксам из-за того, что почти всех ключевых персонажей в этой арке в сериале больше нет. Нет Рика, нет Мишон, Карла и Дуайта. А это значит, что сценариста придется очень напрячься, чтобы и в этот раз пройти по важной середине, соблюдя и канон, и в то же время уровень интереса ко вселенной. Я просто напомню, что Мэгги в комиксе под конец действительно очень сильно радикально поменялась в худшую сторону. Возможно, в сериале вот этот самый фундамент будущих ее изменений и был заложен вот именно сейчас, вот уже в этой первой серии. Когда Мэгги ведет себя, скажем прямо, неприветливо и эгоистично, и явно она держит внутри какую-то грязную тайну, которую пока не хочет рассказывать никому.